всем доброго времени суток чё как дела андрей да давненько нас не было на видео мы в принципе никуда не торопились и у нас сегодня с андрюхой состоялась рыбалочка для нас сегодня но много чего интересного ну скажем так для нас может быть чуть-чуть что-то не интересно да но многие зрители хотели увидеть потому что видели в обзорах вот эту вот красную лодочку аляска бот признаюсь честно это именно не первая рыбалка мужа на ней были как бы сказать на рыбалке разок ну тогда были по всем чуть-чуть другим целям от этого не было времени снимать это все ну видео чуть-чуть вышла с опозданием но она выходит на этой ложечке мы уже полностью продвигались обкатали ее вот еще раз показываю вам как она выглядит вот этот бренд аляска бот и мы тоже сначала ну андрей скажи свои ощущения первоначально когда ты ее увидел не пойду до андрюха сказок андрюха сказал я горит собой больше не пойду на рыбалку в эту вот в эту лодку горит не сяду ну а по итогу скажи как тебе шок не только для меня для многих считай троих на ряда не до троих один такой же как и ты принял подсобку я еще там груза килограмм 40 я не знаю слыша нет андрюха просто говорит тихо и мотор считаем двадцатка 4 до вода мед да 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 троих на ряда мы начали когда мы когда начали двигаться мы просто офигели мне надо было тогда до снять когда трое что кто-то заснял да многие могут и не поверить но у нас всего все знают у нас двадцатка всего четырех так на на водомете а мощность водомет режет сильно и то что там производители говорят что он режет 30 процентов это все бредякина у нас оригинальная от бурджет режет блин десятка ровно в два раза именно двадцатку она опускает два раза и даже может быть чуть-чуть побольше но по факту когда мы начали на ней двигаться мы просто поразились были блин два дядьки по сто с лишним килограмм я и андрюхин сын андрей потом мы были с грузом ехали встретился мужик говорит у меня горит мотор барахлит а грипп не поднимусь возьмите мою канистры с бензином у меня горит там свечка барахлит горит есть свечка мы говорим есть но у нас у четырех тактика свечка другая как бы не подходит не мог заберите типа еще лишние канистры с бензином я так скромно посчитал мы что-то двигались на двадцатке что-то в районе 350 килограмм чистого веса мы живого вот на этой лодке при том что ощущение 320 до ну где-то так но мне кажется наибольше повезет вот ну какой 320 я сотка денис ты 70 270 ну еще 300 и там мелочевка ну килограмм представь 20 может бы может даже побольше у него еще забрали до факта что она идет идет очень очень ход к и я в первый раз почувствовал на этом водомете я уже на нем четвертый год гоняя четыре года гоняя на этом водомете я первый раз почувствовал чтобы выйти на глиссирование или как у нас на дальнем востоке принято просто модное слово редан редан все говорят никто не заморачиваться я выхожу в половину газа и двигаюсь даже тут тоже в половину газа раньше мне ни одна лодка на этом моторе на двадцатке четырехтактной под водометом не позволяла так двигаться по поводу перевернуться андрей как я пяточки загибал не перевернулись выходили из проток под заломами лодка двигаться стартует классно по части неудобности люди тоже спрашивают вот смороны низкие это очень не очень низковато да да по части неудобности до меня вот только один момент да но весла я уже в видео говорю уже предыдущем что до весла надо переставлять то что вот сидушка где сижу и вот это конечно могут еще бы сантиметров на 5 повыше был лавочку либо ниже дно либо выше баллона и было бы вообще хорошо места хватает я скажу так недостатки вместе нету вообще никаких проблем единственное что неудобно сидеть вот это единственный минус не мнение андрею кидать сплавом как кидаем ловим да все точно также ничего кардинально не изменилось пришлось оставить два этажа ящичек раньше он у меня стоял сбоку вот так вот теперь он второй этаж здесь у меня еще и рюкзак во второй этаж стоит за спиной при всех маневрированиях ничего никуда не выпадает не падает место свободно андрей свободно ну-ка андрей покажи как ты садишься чтобы люди посмотрели андрей рыбачит вот таком теперь положении на садиться на кубик кидают и все нормально как бы садь безо всяких проблем и ты мне тут полбу не тресли даже сутника вот меня вырубишь блин как потом куда поплывешь бротелла на самый важный это в нашей жизни аптечка по факту что могу сказать накачивать баллоны пришлось от 025 потому что 02 реально слабовато видно производитель перестраховался горная ледяная вода она видно их остужает и они вообще мягкие делаются от этого пришлось окачать 025 по практике то есть лодочка эксплуатируется легко никаких проблем нету до невысокая цена я считаю если производитель не будет поднимать цены на эту лодку сделать ее 6 метровку вот я говорю от 6 метровка это вообще наш вариант она еще лучше пойдет нужно конечно еще лодка длиннее и все даже местные люди которые живут на наших горных реках они все горят нужна лодка длиннее однозначно ну да ладно ну еще давай начнем что-нибудь порыбачим пусть люди посмотрят как мы рыбачим и еще один маленький нюанс новенько у нас с андрюхой два новых спиннинга это black hole spirit мы ими тоже в принципе уже не первую рыбалку рыбачим но видео я думаю они засветятся первое у андрея spirit у андрея до 4 до 18 грамм у меня 3 до 15 грамм особенности этих спиннинга что видим короткие вот такие вот ручки но бланк более длинный да то есть на некоторых спиннингах делается как длина бланка одинаковая на ручка такая длинная здесь как бы больше работающий бланк ну я не буду долго рассказывать андрей как твое впечатление по спиннингу поэтому вот уже вешая пока этот magic blizz этот оставил ему работы нормально нормально нормальных руках все будет должно быть все должно работать да да конечно отдай какому-нибудь это он и угомонит может быть течение 2 часов нет и скажи под какими углами маленков слотки забирали вообще вот вот ты вот про самое главное не сказала ты забирал на предельных углах атаки должен нормальный спиннинг сломаться да как он гнется вот это вот вываживание рыбы удерживают шнур не выдержала да да у нас вчера были что даже но это впервые в моей жизни когда у нас ленки порвали шнуры у меня был обрыв то есть тащу ленка делается рывок полу свечка такая лопается шнур я сначала думал фиг его знают потом у андрюхи такая же фигня происходит на абсолютно на новом шнуре блин то есть это в первый раз за мою карьеру когда я видел что у меня вообще лопался шнур на ленке и у андрея тоже лопнул шнур на ленке то есть нашли место такое матерое где стояли хорошие ленки и было два обрыва шнура вместе с ваблерами дом престарелых слышу то старички слишком бодро бодро как-то себя вели это наверно прокаченные весом брали весом да душили и опытом опыт да опыт ну чё поехали а 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 Вот показываю, как в половину газа Выходит лодка на глиссирование Вот полгаза Все, уже вышли Вот, видите, уже бьет сруя На половине газа мы вышли на глиссирование А вот полный газ Нас не сочувствуется Так же сижу на баллоне Андрей, вот тоже на баллоне Рыбачий садится на куботейнер Ну вот, первая поклевка уважаемая за сегодня Вот можно посмотреть, как работает данная палочка Мы ей уже отрыбачили Три рыбалки Это четвертая Ну а вот яркий представитель Наших вод Ленок проходной, красивый Да, красавец Что, Андрюш, не хочешь ловить? Нет, вообще сейчас Ну вот смотрите, наш быт Вот так мы сидим Так кидаем, достаточно удобно все Езжу нам еще полная секция, свободная Ну, давайте займемся леночком Ты уже маленько Подизмотался Можно тебя попытаться забрать Вот такой вот Неплохой леночек Вот Ну а тут уже Что в пасте говорить не надо Видите, весь такой подранный Это Ютума-чип, как всегда И не только он Вот уж одна очередная поклевочка У нас с Андрюхой Ты кидай, что ты не ловишь? Потянешь Вот он, красавчик Еще один Ой-ой-ой Очень, конечно, радует душу Ой-ой-ой Хороший, хороший Как он головой трясет, красавец Ну, как девочка А? Ну, были удары, по-моему Тоже, да, были удары? О, этот воблера проглотил чипа Мы видим, что чип у него в пасте И доставать его будет очень тяжело Поплыли в косе Будем реанимировать У него аж поперек в пасте застрял Сейчас так на ходу, так не вынеть Да, он борется, борется Отлично травит фрикцион Будем доставать красавца Как же ты так чипа ужалил? А? Жор идет Жор идет, да Потому что мы буквально только начали рыбачить Поклевка одна за другой идет Не то, что активная А по-моему Не то, что такой хороший Активно жадный Активно жадный, да Не сглазь, а то первые пойманные рыбы С первых трех забросов, ты знаешь Можно потом больше ничего не поймать Ну не поймаем, так не поймаем Вчера удалось-то получили Сколько ловили Вот это да О, видал? Он вообще от жадности От жадности точно не умрет От скромности, да? Ну да Главное лучше вовремя его бросить Главное лучше вовремя его бросить, блянь Да, конечно, ты что-то знаешь Ну, он, конечно, это Он сильный, я боюсь Сильный, сильный, да Если он убьет, где-то Чистый пускай живет Он уже жить не будет Он уже жить не будет Куда тут ему жить? Во-вторых, это Гоблер жалко Выдинственное, на земляре остался, да? Да Ну всех чипов уже Вырвал там практически Ему все жабры, блянь Чип остался у нас, Андрюха В единственном экземпляре Вот он Да Весь такой покоцанный Не размерился на всяких На всяких там леночках Вот еще одна поклевочка оленярки Леночка Ох ты, какой красавчик Тоже проходной Да, проходной Вот он, красавец Красавец Вот только снял ленка Второй заброс Сразу после этого первый заброс И опять поклевка У Андрюхи тоже удар Казалось бы Место такое, как бы Коса, крупный камень Что им тут делать? Никогда их тут не было Да Андрей, ты их видишь? Нет А они здесь есть, оказывается Хороший лень Да, ну что могу сказать Спиннинг Блохов спирит Он, конечно, радует Очень хорошая палка Я считаю Одну из самых лучших палок Для ловли ленков Ну иди ко мне, красавчик О, какой Ну, видите, воблер Все один и тот же Ну вот еще один очередной леночек Рыбалка С берега Тоже приносит Своеобразное удовольствие Сейчас там Андрюха Ниже Ловит Хариуса А я Буду подкадываться Клиночку Субтитры Ну давай, будем сниматься, кто у нас небольшой ленок. Будем тебя маленько освобождать. Ну что, красавчик, беги, пока-пока. Давай на свое место, где был. Андрей показывает, каких он там хариусов ловил. На самой быстрее. Ну, хороший хариус, ну. Сейчас мы с Андреем приехали еще в одно интересное место. Тут главное сразу же к берегу не подходить. Начинай, Андрюха, наверное, от заломчика. Да, здесь тоже может быть что-то такое интересное. Мы вчера вечером сюда заскакивали. Я смотрел. Тут стояли и хорошо. Сейчас просто рябь такая, но в поляляционных очках я все равно еще кое-что вижу. Когда гладь, нет ветра. Видно, как стоят хорошие большие ленки. Линяры. Линяры, да, 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 да. Мы сначала думали, что это коряги на дне такие стоят. Андрюха говорит, много зацепов. Когда я подошел поближе, эти зацепы начали оживать и отходить. Оказалось, что это были не зацепы, это были ленки. Вот. Ну, не знаю, получится ли у меня сегодня здесь их соблазнить на поклевку. Клев, конечно, подуменьшит. Опа, вот он идет. Опа, вот, 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 вот. Андрей, зацепа жил, слышь? Вот, зацепа жил, да. Вот. Да, жалко, что на камере нет полизационной линзы. Сейчас вышел такой зацеп килограмма на два, на три. Я все-таки думал, он уже вот все уже начал брать. Я даже чуть-чуть чувствовал его накатывание на воблер. Но он не взял и ушел обратно. Да, то есть вот он выскочил. Да, вот он. Очень-очень интересно это видеть, когда это все происходит визуально, вживую. Так же, смотрите. Потом игру вылетать. С посмотрите! Как надо рассчитывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok